Славянские обычаи, доставшиеся нам в наследство от предков, это прежде всего обильная и сытная пища, хороводы, песни, игры. Всегда считалось, что человек, который провел Масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года. Наша съемочная группа решила не упустить свою удачу и отправилась на проводы кубанской зимы. Масленица, пожалуй, самый веселый и самый вкусный праздник. На театральной площади собрались лаенцы, чтобы прости зиму и встретить весну. А веселье добавили творческие коллективы и, конечно же, блины. Вот такая она настоящая Масленица. Веселая, задорная и сытная. Лакомства повсюду, ведь это последний день перед Великим постом. Главный атрибут праздника, конечно, блины. Песни, конкурсы, хороводы, обряды, игры, спортивные состязания. Последний день Масленицы славянцы отметили, как и полагается, широко и весело. Марш! И как тут не веселиться, зима-то отступила. Значит, новый круг жизни начинается. Ученики школы номер один пришли провожать зиму всем классом. Они не только веселились на этом празднике, но и заряжали весельем всех остальных. Веселимся, заводим всех других. Мне очень нравится вся эта атмосфера. Не знаю, это праздник, это приход весны, это зарождение новой жизни. Все очень круто, здорово. Спасибо, не знаю, управлению славянского района, что организовали такой прекрасный день. Не знаю, эта атмосфера заряжает на весь будущий год. Самое особенное – это радушное настроение. Смогли действительно передать славянские традиции. Все славянских костюмов очень многие. Я считаю, это очень хорошо. Все-таки мы славяне, это наша родина. По традиции, завершающим ритуалом Масленицы, остается и по сей день сжигание чучела. Это был своего рода обряд плодородия и жертвоприношения. Чучело – символ зимы, сжигали, тем самым приглашая весну вступить в свои права. В качестве жертвоприношения на праздник изготавливали большую, смешную и одновременно страшную куклу, которая олицетворяла с собой чучело Масленицы из соломы или тряпок. Его наряжали обычно в женскую одежду, как древний и вполне священный образ божества. Эти традиции дошли и до нашего времени, правда, немного в измененном виде. Сжигать чучело не стали. А кульминацией празднования последнего дня Масленицы стал розыгрыш призов. Для того, чтобы их получить, нужно было вскарабкаться на столб и сорвать заветный подарок. Стоит отметить, задача оказалась не из простых. Покорить эту высоту удалось далеко не всем. Одним из тех, кто все-таки забрался на столб, был Владислав Анжиевский. Как признался молодой человек, усилий для этого ему пришлось приложить немало. Адреналина аж много стало в крови и залез. Чувствовал, что сорвусь, но взял свои силы, все руки и залез. В конечном итоге все призы обрели хозяев. Среди врученных подарков были чайник, утюг, блинница. Вот такой веселой, широкой и вкусной была Масленица в Славинске-на-Кубани. Сразу после которой начался Великий пост. Самый важный и долгий пост Православной Церкви. Это время не только воздержания от определенной пищи с целью очищения своего тела. Это прежде всего духовное очищение и возрождение. Завершится пост 20 апреля в день Великой Пасхи. Тина Капачевская, Георгий Калинин. Программа «События».